здравствуйте дорогие друзья как я рада что мы снова с вами вместе на кухне рецепт успеха где мы делимся с вами самыми интересными рецептами и интересные истории из жизни интересных людей и сегодня мы узнаем какую все-таки пищу принимают настоящие художники и у нас гостях сегодня фото художник василий чешенов здравствуйте василий хорошо ли вы добрались до нашей студии очень хорошо беспрепятственно скажите пожалуйста что сегодня конкретно мы готовим из ваших полюбившихся рецепт потому что как оказалось вы еще и прекрасно готовите кроме вашего восхитительного творчества по прекрасно я еще не знаю в принципе на сегодня этот вопрос еще пока не решен мы дождемся результата да 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 потому что каждый раз получается сюрприз то есть бывает такое что задуман плов а получился борщ да да или каша и так сегодня вот с чего мы начинаем все-таки изначальное плов плов для веганские почему веганские потому что мне очень понравилось хотя я не веган хотя я люблю мясо много мяса и жареное и жирное не всегда скажем так такая тяжелая пища полезно даже даже для творческого но дело в том что это не я всегда считал что веганская она пища невкусная такой стереотип существует что веганская пища она очень пресная сегодня мы собираемся разломать этот стереотип и приготовить веганский плов совершенно правильно потому что я в принципе никогда не не делал ничего веганского а тут надо было накормить сына и его семью а они веганы хотелось им сделать приятное ну вот нашел рецепт ну сделал и так понравилось что в общем то теперь семья моя регулярно его кушает давайте давайте приступать вы сегодня можете мной командовать совершенно как угодно и сразу мы давайте перечислим продукты те которые понадобятся для веганского плова он мало мало туда сюда надо только очень бюджетный рецепт очень очень неожиданно что для меня тоже это вот грибы наверно основное рис конечно басмати лучше всего лук морковка и все и растительное масло и какие-то но это само собой она не будет жариться без этого ну давайте давайте уже сначала лук вообще сначала нужно раскалить масло раскалить масло пока она будет колиться надо нарезать лук пока она будет колиться колодца будем резать лук я могу это сделать несмотря на то что у нас плита очень разжечь огонь да у нас плита очень очень быстро нагревает всю нашу распрекрасную посуду вот все но это очень быстро разогреется сдымется я могу предложить чтобы сразу увильнуть от лука я могу нарезать морковь я самый лучший нарезальщик морковки серьезно я сейчас туда добавлю масло масло обязательно морковь нужно соломкой вы считаете я не справлюсь нет нет не просто ну я раньше делал это на терке но потом вот поскольку рецепт был соломка я попробовал соломкой и мне понравилось так больше чем на терке я сделаю соломку позволите я позволяю тогда передайте мне морковь она стоит у вас большое спасибо и надо вот это вот не перегреть потому что не перегреть вы хотите чтобы я масло туда уже я думаю что немножко рано чуть-чуть рано хорошо хорошо тогда я буду нарезать морковь и знаете что я хочу сказать что я когда готовилась нашей передачи конечно конечно я уже обратилась к интернету и прорешифровала и узнала кто такой фотохудожник но вот вся наша телеаудитория наверняка она знает нюансы этой профессии поскольку здесь вот такое интересное сочетание вроде бы как бы и фотограф а вроде бы как бы художник и что это за такое вот среднестатистическое как бы слияние двух этих профессий это вообще вообще тут такая ситуация была в 2000-х годах начале 2000 года когда появился photoshop то люди стали обрабатывать photoshop и улучшать фотографии и в общем то если ты на каком-то фото сайты ставил фотографию свою работу и люди видели что это photoshop как то они сразу говорили и это нехорошая фотография потому что она photoshop на я так вот не нереально и но постольку поскольку photoshop есть почему не пользоваться и фотография есть почему это не использовать фотографии в общем то и постольку поскольку рисовать я так как академически не умею не учился академическому рисунку то я эту свой недостаток компенсировал тем что я photoshop это делал вот и поэтому это было в общем то искусство мою фотография связанная с творческом творческой работой то есть если я сделал фотографию допустим селфи обработала ее photoshop я могу себе назвать фотохудожником не совсем ну не совсем так обработка в принципе уже сейчас допустим она подходит к фотографии уже благосклонно относится к ней но вообще это это я сейчас вот вчера придумал это объяснение а я раньше объяснял так что вот фотограф фотографирует да то есть как фауст остановить мгновение ты прекрасно это фотограф делать фотохудожник он создает эту красоту сначала как она поняла и потом и потом фотографирует и потом фотографирует получается другое то есть фотохудожник создает красоту и ее фотографирует потому что в принципе я например да пользуюсь не только вот фотографируем но я как правило много своих работ от серии допустим натюрмортов у меня есть большая серия такая выставочная с натюрмортами большинство этих работ сделаны световой кистью световая кисть что это за термин ее обычно делаешь сам потому что под себя подстраиваешь фонарик обыкновенный фонарик и делаешь так чтобы в общем-то тубус надеваешь и в темноте фотографируешь но высвечиваешь то что тебе нужно то как нужно это получаются замечательные вещи это может тоже вы знаете что меня интересует о чем я хотела бы с вами поговорить о вашей вот этой специфической серии это вот замороженные цветы в основном в основном цветы это всевозможные и мне кажется это такой единичный случай вообще в плане фотографий и в плане скажем вообще да да вообще это конечно у меня часто спрашивают откуда это откуда это я знаю что у вас особенное пристрастие вообще к воде нет нет может быть не знаю в одном из интервью я слушала что вы сказали что вода совершенно интересным образом влияет на вас нет или вы влияете на воду в зависимости я понял я так говорю да еще тогда было очень интересно многие люди это проверяли о том что вода мертвая живая все такое прочее да у меня такое было ощущение что я это чувствовал что когда я был депрессивный у меня были одни заморозки когда я нормальный так сказать ну то они получаются другими я это объяснить не могу почему но я это это сейчас принципе можно немножко внести в ясность вообще о чем мы говорим мы говорим о том что есть какой-то предмет понравившийся вам цветок это или ветви или что-то такое что погружается в какую-то емкость и заполняется водой водой обыкновенная или не обыкновенная вода или есть какая-то специфическая вода я занимался много лет ну лет наверное восемь да у меня где-то уже готовых порядка восьми тысяч картин я за замораживал всякую воду всякую 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 и всегда самая самая лучшая вода которая была спокойная вода да то есть ну вот допустим она стоялась к примеру у нее кристаллы замороженные другие немножко если свежая то я буду частично уже погружать да да выбирается какая-то композиция какой-то цветок он выбирается определенным образом или ты совершенно как-то я вам все подавлю лопаточка вот так замечательный дым именно такой нужен был правда же а морковь морковь сразу же нет нет она чуть-чуть сейчас поджарится я уже сделала еще тишина все это это максимальная тишина который мы можем достать итак как как выбор падает на выбор на выбор композиция ну зависит от цветка просто того какой у меня емкости иногда зависит от того какая холодильная камера тоже эти большая тут и большой форма делаешь эти маленькой ты из маленького что-то пинучка дыра в кадра каждый цветов каждой заморозка это итак цветок погружается в емкость заливается вода которая отстоянная или как а святая вода там я не знаю из из ручья в последнее время без под крана просто из-под крана и вот это вот емкость погружается в обыкновенный стандартный бытовой холодильник морозильник морозильник морозильника и все будет на определенное количество времени да и потом вытаскивается и уже получается произведение искусства или какие-то манипуляции вы проводите ну манипуляции ты вокруг холодильника бегаешь и ждешь это единственная манипуляция которая происходит вокруг предмета открываешь смотришь хорошо но это не готовы уже результаты это перед я фотографирую берешь фотографируешь а что насчет света там вы как-то регулируйте светом со светом или это уже потом монтаж тем нет нет никого фотошоп я кстати у меня была выставка в россии да и вот по поводу со световой кистью у меня там были на тюрьморце со световой кистью и вот это заморозка и мне пришлось но люди ходили и мне это было обидно они говорили фотошоп фотошоп да мы можем тоже фотошопом работать мне пришлось это было в трех залах и мне пришлось в трех зала в каждом зале написать плакат это не фотошоп это не фотошоп да да фотографируешь и все то есть это вот какая-то подсветка от руки или вы носите на улицу на просвет солнца у меня где-то есть фильмы каком-то я не знаю в каком я знаю вот так вот вот так создается произведение искусства просто-напросто из морозильника на улицу и еще какой у вас инструмент есть а ну это да это ну я раньше так бил сейчас я просто в холодную воду в тёплую воду чтобы потрескался но сначала я сначала фотографирую то как есть потом мою чтобы было прозрачнее потом в холодную воду уже чтобы трескается то есть у меня три да можно ложить три варианта есть что потом происходит с этой лиц с этим ледяным цветком вот я хотел сказать вот когда вот я фотографирую да особенно вот на когда в своем своей студии на первом этаже когда видели дети что я снимаю они уже знали что я снимаю и у меня была целая очередь детей они выпрашивали эти блоки чтобы играть да и не сли домой ах но они же размораживались они ну они знали я их научил что можно это в холодильник положите реально это это так смешно и мило что приятно было ну прям вот куча детей стоит и ждет и ждет а вы знаете что мне интересно по идее вот я предполагаю конечный результат то что произойдет я думаю он не совсем понятен и не совсем известен грибами ой мы грибами давайте резать грибы вот ваш нож то есть может быть вы задумали одно а когда это все дело заморозилось там же все что угодно может сделать вода с цветком я не знаю что получится никогда никогда вот чем это в чем прелесть абсолютно не знаешь что получится абсолютно а бывало такое что вот раз и неудача все я выкидываю эту рамку да 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 ну бывает когда я не знаю почему тоже я не могу объяснить бывает просто каша просто каша ничего не видно хоть что делаю но ничего не видно не знаю почему я жду ну трудно вот рационально что-то это объяснить а вот в этом процессе творчество есть место вдохновению или без вдохновения это тоже вот это у меня тоже хороший вопрос потому что я причисляю себя к профессионалам потому что я этим занимаюсь все время творчеством да все время вот с самого так сказать отрочества да да даже даже зарабатывая 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 даже не страшно не страшно оставьте ага это для меня был творческий процесс мне уже было в принципе просто вот интересно и делать я вижу цветок у меня вот последний вот у меня есть работа я я уже их не делаю потому что ну куда их замороженные вы не больше не делаете эти композиции но я тут увидел белый подсолнух белый подсолнух и захотелось да я его взял да и в принципе не верили что это многие что это подсолнух что такое бывает и вот его заморозил но это было конечно ну белый подсолнух реально как белая ворона ну ага а вы себя вообще не чувствуете иногда белой вороны в вашем да это в общем то как ну стезя такая все таки не такой как все а с детства каким вы были в детстве не было ли это ощущение еще вот с периода детства что я не совсем такой как все я больше в себе я в своих мыслях я в своем творчестве нет я занимался все время тем что я рисовал и тем что я писал это было мое вот я в школу первую школу которую я закончил это была школа журналистики школы я учился в одной газете в школе школа журналистики то есть я в девятом классе уже получил удостоверение журналиста уже я печатался в газетах я в девятом классе получил первый свой гонорар три три рубля сорок две копейки куда они куда был гонорар потрачен мороженое купили мороженое я так и думала а правда что все творческие люди любят сладкое это необходимо для питания мозга ну это много всем кто работает вы едите сладкое мороженое ну стараюсь мороженое мороженое очень да у меня мы покупаем два с половиной килограмма коровку рикет и как правило я его ем потому что дети другое любят ванильное шоколадное грибы туда могут уже отправляться как вы считаете да могут уже мы считаем что могут а вы откуда вообще в Германию приехали когда мы с вами разговаривали вы сказали мне одну очень интересную фразу я человек без родины и я так задумывалась над этим почему вы так сказали мне раньше когда в 2000-х годах просили спрашивали а не хочешь ли ты на родину ну как же мне мама все время говорит когда я с ней разговариваю можно еще чуть-чуть еще чуть-чуть грибов да а все можно да я бы не стал чуть-чуть половинку ну вот столько хватит ладно хорошо все-все-все так а тебе не хочется ну не хочется домой это же твоя родина ну я не знаю что такое родина а где потому что я родился в Казахстане в городе Джамбуле есть такой город ой там мороженое самое вкусное сейчас еще дальше я что-то скажу да потом я жил много в Сибири в городе Омске из Казахстана из Азии в Сибирь а потом я переехал во Фрунзе ой это мой город мы с вами земляки да вот ну я единственное что могу сказать что самый лучший город это Фрунзе вот поэтому 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 ну мне трудно сказать ну какой мой вот где моя родина во Фрунзе в Джамбуле ну в Джамбуле я плохо помню что там ну теоретически говорят родина тогда где ты родился многие считают родина там где твой дом дом это такое достаточно обширное понятие ну такого уже нету такого уже нету потому что Джамбула уже нету Фрунзе уже тоже как такова поняту Фрунзе уже тоже нету да как-то непривычно бешкек называть бешкек вот а помните какой был он Фрунзе темистый ой это это тополиный вот говорят я слышал да но думала это так наговоры что там русская Швейцария вот реально это да это правда вот когда жара когда трехэтажные дома и деревья выше домов и арыки арыки это слово не все знают по арыку журчит холодная вода я не знаю в каком возрасте вы были во Фрунзе но когда я там жила когда в мое время были эти арыки мы по колено забирались в эту воду она была леденющая да леденющая и в эту жару когда под 40 градусов ты заходишь вот в этот микрорайон где у нас тоже дом был ну это же вообще это и так у вас приятные воспоминания остались и народ народ я много прожил потом в на Кавказе в Касандарском крае на Российске но народ другой другой я по натуре в общем то азиат потому что я люблю азиатскую пищу мне легче общаться с азиатами чем с русскими давайте давайте не будем еще дискриминировать нет никого не будем дискриминировать ну я вот ну реально мне нравится кухня азиатская так мы сейчас что делаем сейчас обжарим обжарим мы должны обжарить следующий наш шаг моем или вы нет в принципе его можно мыть можно не мыть но поскольку мы его уже не помыли я его предлагаю и не мыть потому что это в данном случае как минимум да это не играть никакой роли потому что басмати чистый в общем то там это если его даже многие не рекомендуют вообще мыть там это вот мученисность да 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 с уртарисе очень качественные да 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 6 особенно вот на басмате и между прочим я сегодня задумала еще одну вещь Я вас обещала обучить всевозможным смесям, которые намазываются на хлеб. Просто такие закусочки, помазульки я их называю. Я сегодня взяла тост и собираюсь сделать для них помазку. Тоже очень бюджетный такой вариант. Для этого мы берем немножко творога, немножко сметаны. Все это дело смешивается. Добавляются какие-никакие специи. Нарезанный зеленый лук. И у нас будет с вами прекрасная закуска. Вот к нашему основному блюду. Про основное блюдо из вашего творчества мы, в принципе, поговорили. Про ваши замечательные замороженные композиции. Про эту прелесть, про это восхищение, которое вот в этом статичном виде. И оно не только в памяти остается, но и также на фотобумаге. Теперь, что я хотела спросить, а что, чем вы занимаетесь вообще помимо творчества? Или вы вот всем вот этим творчеством и зарабатываете себе, скажем, на хлеб? Мне печально слышать ваши слова, Аня, потому что я занимаюсь не только заморозками, но я еще и делаю другие вещи. Я хотела спросить, вы как фотограф вообще работаете? На свадьбы вы ходите, фотографируете людей? Женихов с невестами. Женихов с невестами. Мне не нравится снимать свадьбы, в общем-то, снимать официальные мероприятия. Так. Почему что? Вот именно потому, что там нет этого творчества. Я не вижу, я не умею, ну я не... Вот потому что сделаешь фотографию так, как ты видишь, как ты хочешь. Потому что, в принципе, я считаю, искусство это там, это эмоции. Ну какая будет эмоция, когда ты фотографируешь портрет чей-то? А вас не восхищает внешность человека? То есть у вас такого опыта вообще нет никакого на свадьбе? Есть у меня. Да? Есть у меня опыт. Все-таки? Дело в том, что я снимал, людям всегда не нравится, вот я такой, вот я толстый и все такое прочее часто. Поэтому я старался не снимать, потому что если меня очень попросят. Вот. Ну а один раз у меня есть, был, он уже умер, учитель, который меня учил искусству, он творчеству. Учил очень корректно, хорошо и, в общем-то, я его считаю своим главным учителем. Так. И он в Белефельде был главным дизайнером в фильме «Альсина». Вот. И он всегда мои работы смотрел, он не критиковал, но когда он говорил, вот это хорошая работа, а других не говорил, я уже понимал, что это хорошая работа, значит, так надо двигаться. И у него сын женился. Он мне как-то позвонил и говорит, ну, приезжай, надо поговорить. Я приезжаю. Он говорит, у меня Маркус женится, я хочу, чтобы ты поснимал. Его звали Ханс Сыппель. Я говорю, Ханс, ну ты же знаешь, как я фотографирую. Я же не, 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 вот, не вот так вот, не, ну, не люблю фотографировать. Мне нужны эмоции, чтобы были в человеке. Он говорит, я знаю, я поэтому тебя. А для парадных портретов мы, они, мы сняли студию, они, когда в концерт поедут туда вдвоем, снимутся, и все будет хорошо. Хорошо. Ну, хорошо. Я взял хорошую дигитальную камеру в редакции. Он мне, на всякий случай, что я, ну, боялся что-то либо испортить, потому что, ну, серьезная свадьба, где немцы одни будут, вот это. Это был первый выход на свадьбу? Нет, 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 я до этого снимал, но просто свадьба все-таки, тем более у таких людей. Есть, да, надо было как-то постраховаться. Он, он мне сразу сказал, я тебе дам свой фотоаппарат пленочный, снимай столько, сколько хочешь, неограниченно. И дал мне вот фотоаппарат и большую пачку пленки. А там было всего 4 дня. Я первый раз на таких свадьбах был. Первый день обручения, второй день в церкви, третий день еще где-то, и четвертый день сама гулянка. Так, сколько вы дней выдержали? Я выдержал до конца, до конца. Но я снимал параллельно там и этом, там, этим фотоаппаратом и этим. Когда первый день кончился, я, он у меня забрал эти пленки, дал новый мешок. А я снимал, ну, много. Вот. И, ну, думал, по принципу, что-нибудь, да, получится. Ну, если вот на 36 кадров есть, ну, два хотя бы вытянуть они, потому что я, в общем-то, и отвык от пленки совсем. Вот. Я думаю, что нужно рис кидать. Рис стоит перед вами. Да. И вот вода горячая. Вода горячая. Хорошо. Нас нужно определенное количество воды, или мы вот так вот на глазок? На глазок, конечно. На глазок. То есть 2 сантиметра. Просто как истинные профессионалы, а не какие-то чайники. Где-то 2 сантиметра где-то. Так. Горячая вода. Итак, это свадебная история. Первую я снял, потом он мне дал новый мешок с пленкой. Вторую снял. Соль, соль. Соль и специи нужно еще. Это будет после воды? Сейчас, сейчас, сейчас. Лучше сейчас. Давайте. Так, вот. И вот это всегда я боюсь. Лучше, мне кажется, лучше не посолить. Я тоже так говорю. А вообще в любом случае это блюдо буду есть только я одна. Все остальные у нас мясоеды. Они попробуют и скажут, вау, вау, вау. Мы не будем веганами, но веганскую пищу будем делать. После того, как мы покрышим туда колбасы. Потому что у вас нет маникюра. Вы не подготовились к этой же передаче. Ну да, ну да. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Нормально. Нормально? Ее много не бывает. А не посыпать ли нам зиры? Зиры. Как вообще правильно? Я ни разу зира, ни разу не делаю. Зира. Зира это какое-то имя узбекское, по-моему. Ну это... Вообще все узбеки кладут. Ну, мы не узбеки. А ее вот так вот надо, вот так вот, вот так покрыть. Да, да, да. И она такой запах дает. Она мне нравится. Ну просто у нас в семье это не очень нравится, поэтому я никогда ее не делал. Один раз делал и сказали феи. Ой, это... Нет, еще можете оставить чайную ложку на следующий раз. Это такой дефицит. Я его с таким трудом выпросила у одного узбека. Это вообще... Да, в Бугараде. Это такая же длинная история, как ваша история о свадьбе. Это в узком магазине это продается. Господь с вами. Я вам говорю, я могу руку положить в огонь. Это зира из Узбекистана. Хорошо, хорошо, хорошо. Итак, идет туда вода. Воды осторожненько. На ложечку. Да. Так. Ну вы мне говорите, когда у нас этот водяной поток должен прекратиться. Я скажу, 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 еще, 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 все. Так, хорош? Да. Теперь мы должны... Оно уже на минимуме, да? Нет, я могу убрать. На минимуме надо. Все, это... Я могу просто включить другую комфорочку. Давайте другую включим, потому что это будет лучше. Это важно, чтобы она... Самую маленькую, которая есть. Чтобы она вот просто на горячем была. Все, вы позволите вашу салфеточку красить? Спасибо. Позволяю. Вот так вот, это я сделаю. А вы стойте, руки в боки, потому что вы наш гость. Это мы уже отключаем. Теперь у нас крышка. Крышка, где полотенце? А, вот где я. Полотенце я вам выдала. Да. В самом начале. Теперь у нас очень важный нюанс, да? Давайте его объясним. Я вижу это в первый раз в жизни. Зачем сюда идет полотенце? Чтобы запах, чтобы... Я не знаю. Вообще в рецептах пишут, что так должно быть. Ну, я думаю, что просто, когда вода, она испаряется, она на полотенце. Так. Когда ее мало, там, когда ее нету, влажная атмосфера сохраняется для того, чтобы рис набух, и был вкуснее. И сколько это все, вся эта красота должна теперь стоять? Это самый интересный вопрос. Мы будем подглядывать? Нет, ни в коем случае нельзя. Или мы будем на чувство интуиции ориентироваться? Дело в том, что это где-то час надо. Или полтора. Но чем больше, тем больше. Я у меня не разговариваю. Ну, так это замечательно, потому что мы продолжаем говорить про вас и про вашу творчество. Хорошо. Мы закончили на истории со свадьбой. Был ли у нее счастливый конец? Я сейчас объясню. Да, я сейчас объясню. Вот. Ну, я что снимал? Вот, допустим, меня поразило. У них там, у немецкой свадьбы есть такая традиция разбивать бутылку шампанского в голову жениха. Посуду. 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 И вот это был второй день, когда они сняли большой хофф, большой двор, да, какой-то, который переделанный под вот такие мероприятия, большой, да. Рядом с входом поставили большой контейнер для мусора. Так. И люди все приходили с казинками, с мешками и с посудой. И они, это традиция такая, они разбивали вот об этот контейнер посуду и заходили. А для чего это все? Ну, это, я не знаю, это традиция. Так. Да, нет, моя миссия была только присутствовать и делать, что я хочу с фотоаппаратом. Вот, я, естественно, фотографировал. Все. Вот, я, конечно, и плакал, потому что люди были самостоятельные в душе. Они были такие, как это сказать, достаточно небедные. Вот, и тарелки не одевали, такие форфорные, красивые, красивые. Вообще ужас. Вот. Вот такие вот сцены. Я снимал, да, когда танцевали, когда что-то откурили и все такое прочее. Вот. И отдавал, отдавал, отдавал. Четвертый день. Прошло, там, это сначала, по-моему, в церковь была, а потом после церкви приехали в зал, который они сняли. Мы сначала позавтракали там хорошо немножко, да, и была пауза полтора-два часа. На молодую жену уехали сниматься. Они пошли в другую комнату курить, общаться. И вдруг выходят пять девушек. Ходят вот в таких вот файлточках немецких, да, с корзинками. Эти корзинки были полные альбомчиками. Вот эти флэп или как, вот маленькие альбомчики вот такие вот. То есть получилось, что они все, что я отснимал на пленку. Они уже распечатали. Они распечатали, уложили в эти, за эти три дня. Так. Вот. Фотографии. Я когда увидел это, я не ожидал, я не думал, что так будет. Я ушел в другую комнату, ну вообще я... Что, что вы увидели? Хорошо было или плохо? Я их не видел, я не видел. Почему вы смутились? Ну потому что, ну, я снимал, вот одна женщина такая вот, полная такая. Она била эту тарелку, она не разбивалась. Она била ее, она не разбивалась. Ну какое у нее выражение лица? Она четыре или пять раз, да. Или жених и невеста вышли, выходят на улицу, да. И курят, курят, что-то вот так вот, вот у них выражение лица такое. Боже мой, неужели это попало в фотогалерию? Это не, все это в фотографии попало. Я вышел и жду, все затихло. Сначала было тишина, народу было много. Сначала тишина. А потом аплодисменты. Потом ржачка, как пошла ржачка. Я думаю. Они так, так они, это с таким ее, они так смеялись. И что, просто. Ну и что я хочу сказать. В общем-то, эта авантюра удалась. В идее, это неожиданно все удалось. И после этого Василий Чешенов сказал нет, нет еще раз нет. Не после этого, нет. Я и до этого не хотел. Но поскольку, поскольку у меня человек, который у меня дружин был, попросил. Вот, а я ему всегда верил, я это сделал. Я думаю, что вы оправдали надежды друг друга. Но после этого Василий Чешенов все-таки сказал, свадьба, свадьба. А у меня вот лютики, цветочки, все в моем садочке. Нет, ну есть специалисты, которые это молчились, которые знают, как это делать. И делают это творчески. Конечно. Вы знаете, что вы как специалист на нашей кухне. Вы специалист в своем деле, я специалист здесь. У нас стоит еще одно незаконченное блюдо. Плов может приспокойно продолжать свою деятельность. Бурлящую. Не затекли время. У нас все, все учтено могучим ураганом, все уже засечено и все уже тикает. Итак, давайте все-таки смажем вот эти вот замечательные хлебки. А оно уже готово, что ли? Нет, оно еще не готово. Я сделала только помазку. Мы смажем сейчас хлеб. Для этого я предлагаю Вам взять в Ваши творческие руки вот этот острый нож. И вот эти вот краешки все, значит, обстругать. Творческие линии? Давайте вот по-простецки пока что. Учитывая ту историю со свадьбой, я предлагаю поступать теперь исключительно вот по-простому. Кстати, если мы говорим по-простому, я знаю, что творческие личности, они бесподобно рассеянны, забывчивы и неряшливы. Может ли Ваша великолепная супруга, не побоюсь этого слова, подтвердить все вот эти вот стереотипы? Вот в жизни как в семье живется с талантливым художником? Тяжело очень, но не потому, что я рассеянный. Хотя бывает такое, что я много слишком всегда сразу делаю, и я что-то могу не так сделать. То есть я имею в виду простые, такие обыкновенные бытовые вещи, прятать грязные носки под диван, забывать кружки с чайными пакетиками. Я не могу ничего делать, пока у меня не будет чисто и все в порядке. Я первым делом, когда все уходят из дома, я все на место ложу, делаю себе комфортную обстановку и творю. То есть супруга в этом плане не может пожаловаться? Нет, нет. У нас очень хорошо распределены роли. Я занимаюсь домом, детьми. Вы занимаетесь и художеством, и домом, и детьми? Да, да. Потому что я, когда всех отправлю, все по делам, у меня есть время с утра до того, как придут дети. Вам нравится быть в таком стиле жизни? Вот одному дома со своими цветами, со всеми этими бытовыми вещами? Либо вы страдаете, может быть, по коммуникации? Нет, нет, нет. По коммуникации, в принципе, я коммуницирую практически только с теми людьми, нет, теми людьми, которые, в общем-то, к этому, к искусству как-то связаны. То есть у вас такой очень узкий круг вообще? Нет, сейчас просто с возрастом как-то круг сужается. Так, вот я могу вас еще, знаете, чем занять? Вот это у нас такая копченая форелька, она тоже пойдет в бутербродички, и вы вот так вот ее, так раз-раз-раз. Не беру. Нет, просто вот так вот вилочкой. Можно тоже опять не творчески. А я знаю, что у вас здесь есть кот или кошка? Кот. 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 Это очень важный член Симир. Это очень важно. Это очень. Это британец. Это чистый британец. Это тот кот, который живет сам по себе. Является ли он гордостью семьи Чешеновых? Да, потому что, когда люди видят его, они говорят, вау, вау. Потому что кот удивительный, он здоровый, он серьезный. Его зовут Черчилль, потому что он похож на Черчилля. У него такая же морда. Вот. И, к сожалению, он не дает, не дает себя детям. Они его хотят потискать, погладить. Он такой же по характеру, как Чечи. Да, он очень такой. Он дает возможность, если ему надо, он придет, помолчит, может быть. Все. Особенно, когда он голодный. Он очень добрый, но со мной. А так с детьми он только злой становится, когда он голодный. Он раздражительный. Он не находит себе места. А говорят, что домашние животные, они очень похожи по характеру со своими хозяевами. У вас есть параллели между вами и вашим Чечелем? Котом. Хороший вопрос. Да. Я не знаю, я не знаю. Когда-нибудь вы получали такой вопрос? Нет. В ваших многочисленных интервью? Нет. Нет. Кота не затрагивали никак? Нет. Нет. Нет, правда, серьезно. У меня тоже есть кот. Его, кстати, зовут тоже на манеру вашего Чечеля. Моего зовут Цезарь. Он очень похож на меня по характеру. Да. Да, очень. А Чечек вообще участвует в творческом процессе? Ох, как участвует. Участвует? Ох, как участвует. Ну, иногда думаешь, блин, вот я не могу убить его. Но так бы убил бы. Он мешает или он помогает? Да, это не то слово. Не то слово. Сейчас я работаю с мелкими вещами, которые у меня разложены по скатулочкам, по стаканчикам. И я делаю мозаику из штразов. А стразы маленькие. Да. Маленькие они. А кота они бесконечно интересуют? Не то, что интересуют. Его в тот момент, и у меня все сложено, когда, чтобы не мешать, я все убираю и на окно ставлю. Вот там баночек где-то 60 было, в которых разные цвета, разные оттенки было. А кота интересуют мушки, которые на окне. Ах, мухи его интересуют. И в результате ночью я проснулся от грохота. Все у меня упало, и все это перемешалось. А это килограмм 5 или 6 стразов разноцветных. О! И мне 3 недели, до сих пор я это все не сделал. Мне надо было вот все это снова раскладывать. Пинцетиком или вот. Это все потому, что кот предложил вам созерцать. Перебирать это зерно, как золушка, перловку от гороха и созерцать. Да, да, да. Кто-то мне сказал, кто-то, я сейчас не помню, наверное, ты это любишь, работу, если у тебя хватает терпения, это делать. Но это, причем я вот 3 недели, они, вся семья уезжала в отпуск. Я оставался 3 недели один дома с котом. Вам хорошо было вместе? Я стою полшестого, вот, начинаю этим заниматься, и в один... А кот, кот потирал своими пушистыми лапами. Он все время радовался, ну, в смысле, рядом со мной он все время был. Ему все интересно, он всегда рядом. То есть он, когда дома кто-то есть, он всегда рядом с нами. То есть он сам по себе не живет, но рядом. Вот в чем его прелесть. Там, где мы, там и кот. Но он сидит в сторонке и следит за нами. Я знаю, что вы очень гордитесь своими детьми. Гораздо больше, чем своим котом. Да. Это такая очень интересная тема, тема воспитания. Дети – это мое произведение искусств тоже. Это тоже основное произведение. Основное, да. Основная польза. Наверное, я думаю, что искусством ее не вечно, но дети останутся. Дети. Просто, 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 просто. У вас дочки? Дочки. Две дочки, два сына. Да. И все, все, кроме среднего сына, младшего сына, он не получил так, чтобы приобщить к искусству. А все остальное, это все у меня прямо художники все. Ваши девочки, они тоже рисуют или что-то творят? Ну, маленькая, еще ей 4 года, она рисует, конечно, но, в общем-то, не очень. А старшая, она прямо художница. Такая что. Может составить так конкуренцию? Ну, составляет, конечно. Но она рисует, ну, креативничает. Тоже цветы? Нет, нет, нет. Она рисует все, что ей хочется, все, что она может. Шуля, она учится же еще тоже. Угу. В Белефедде, в школе искусств. Да, да, да. Вот у них 5 сентября будет выставка, и она будет какую-то очень интересную картину показать. Мы еще не видели ее практически. А у Вас как-то у творческого и, конечно, успешного человека есть ли особенные ожидания к детям? Такое часто бывает, что как-то ждешь чего-то такого же генерального от детей. И для детей это очень бывает проблематично. Они себя порой чувствуют несколько недовысказанными, недополнятыми от этих... Нет, нет, это же нет. Вообще я хочу сказать, что, в принципе, искусство... Это не обязательно заниматься искусством. Правда, в будущем вообще для людей важна креативность очень будет сильная. А искусство, в общем-то, учит креативности. Поэтому искусство видеть, в принципе, даже радоваться, видеть и радоваться тому, что ты видишь. Это очень интересно. Интереснее жить. А где Вас вообще можно найти в Белефельде, я имею в виду Вашей работы? Где можно с ними ознакомиться? Ну, сейчас у меня в ателье, в галерее Луизы Крольцев, три работы висит. А так в интернете. Все в интернете есть. Итак, после короткой паузы мы возвращаемся на кухню. Рецепт успеха в гостях у нас Василий Чиженов. И у нас есть волшебные ножницы, которыми мы обрезали время. Укоротили его. За это время у нас уже приготовился плов по рецепту Василия Чиженова. Будем дегустировать? Будем. Давайте. А можно вопрос? Можно. А что это такое Б? Что это значит Б? Б это означает бесподобная посуда. Готовьте плов с грибами только в этой посуде. Прекрасно. Мы мешаем все, что тут не нравится. Перемешиваем. И вот он уже такой зернистый и рассыпчатый. И пахнет. Как я обожаю этот запах. Зирой. 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 И куркумой. И пока вы декорируете наши с вами замечательные расписные фарфоровые блюда, я назову, озвучу ингредиенты и рецепты наших дорогих телезрителей. А вы меня поправляйте, если я что-то сказала неправильно. Первое наше основное горячее блюдо – это плов, который готовится без мяса с грибами. Для этого нам потребовалось некоторое количество лука. Все на глазок, поскольку мы все с вами люди творческие. Ну, буквально вот такая горшточка лука. Где-то три больших морковки. Все это дело стругается, погружается в раскаленное масло, которое практически дымится, обжаривается. После этого добавляются нарезанные, я думаю, что любые грибы туда подойдут. Я думаю тоже, что... В нашем случае это был почти килограмм лесных темных шампиньонов. Все это опять обжаривается до золотистой корочки, погружается рис по смати. У нас было полкилограмма риса, но вы тоже можете... Это какая-то мышиная порция, прошу прощения. Нет, ну надо сначала попробовать. Я думала, вы так горочку на это самое погрузите сюда. Не, нормально, классно пойдет. Ну, так красивее, так красивее. Давайте, и туда погружается рис, погружается воды. Вода должна покрывать где-то на сантиметр. Два. На два сантиметра, и сразу закрывается крышкой. И не открывается. А, под... Обязательно, обязательно замотайте крышку полотенцем для того, чтобы у вас правильное вот это вот конденсирование паров происходило в кастрюле. Итак, вот вам рабочий инструмент. Мы пробуем этот паров. Я боюсь. А я не боюсь, я смелая. Поэтому я буду первая. Женщины пропускают первых, и я попробую. Пахнет пловом. На вкус тоже похож на плов. Причем грибы, они совершенно не выступают на передний план. Они таким являются очень интересным нюансом. Очень хороший баланс между зирой и куркумой. Лука почти не чувствуется. И вот этот морковный сладковатый привкус. Очень вкусно. Очень рассыпчатый плов. Я считаю, что это очень полноценное такое сытное питание, которому я предлагаю сейчас же присоединить мои полосатые бутербродики. Мои дети называют их «Зебра». Я не совсем готовлю это. Я не совсем уловил, что там такое. А я сейчас расскажу. И для вас, и для всех, кто нас смотрели. До этого берутся тосты, обрезаются краешки, делается помазка в виде некоторого количества сметаны, некоторого количества творога. Туда идут любые специи, режется мелко зелененький лучок, намазываются тосты со всех сторон. И снаружи, и внутри немножечко копченой рыбки туда, или красного лосося копченого. Потом эти бутербродики захлопываются, и огурчик нарезается тоненькими пластинками, чтобы у него была вот такая вот немножечко зеленая спинка. Укладываются полосочки в виде зебры, и с одной стороны, и с другой. И все это дело вот так вот декорируется, и немедленно отправляется в творческие рты. Хотите попробовать мой бутерброд тоже? Любите рыбу? Рыба это мое. Как кто-то сказал, я за рыбу Родину продам. Жуйте, а потом от вас ждем творческих комментариев. Вкусно, правда? Вкусно. С чаем, с кофе, с кокалом. По-любому. И даже с таким замечательным пловом. Не, ну с пловом надо помидоры. Помидоры, точно. Нарезать из помидоров. Как в Афрунзе, там просто делали салатик из помидоров с луком. Ну да. Все. Теперь мы переходим от пищи, вот этой вот материальной, к пище духовной. Потому что у меня для вас есть самый распоследний вопрос, который возвращает нас к названию нашей передачи. Рецепт успеха. Мы можем и такую рокировку сделать. Хорошо. Хорошо. Я сейчас скажу, что я думал про это. Про рецепт успеха, да. Про рецепт успеха. У нас эти блюда кулинарные, они в любом случае удались, они успешны. Что есть успех в понимании фотохудожника Василия Чижинова? Ну я вот, я не представляю себе, что человек приходит и говорит, я успешный, я продал кило рыбы и был, и все. Это значит, я как художник не бываю успешным, потому что, ну ладно, вот выставка пошла, все сказали, браво, браво, ты гений. Проходит год, и все забывают про это. Это успех, и успеха уже нету. Это надо снова работать, чтобы добиться успеха. Это как вот в горах, во Фрунзе тоже, вот есть горы. Вот обычно, вот ты приходишь к горе и залазишь на нее. Думаешь, я сейчас залезу и увижу все. Но вы вылазили по горам? Как горная козочка. Вот. А когда залезешь, оказывается, там еще одна гора, еще выше есть. То есть в вашем понимании успехов недостижим? Нет такого конечного результата, когда я встал и сказал, я успешен, и на этом точка? Я себе не представляю, когда я сяду и скажу, хух, я добился чего-то. Если я могу добиться этого, то цель, которую я поставил, ну сразу же надо другую цель ставить. То есть, если все это вот так вот резюмировать, получается, успех – это вот эта вот дорога, этот путь. Главное не цель, главная дорога. Здорово. Вот, или, или, что было бы интересно, если бы я принес этот плов и сказал, вот смотрите, какой я плов сделал, хороший, вкусный, давайте попробуем. Вы скажете, о, это классно, это хорошо. Так. Ну, второй вариант, я пришел, у вас сделал, то есть мы прошли дорогой этой. И договорились уже о следующей встрече, где мы готовим бешбармак. Ну, я его не могу делать. Вот, я за кого-то готовлю. Придется нам научиться делать бешбармак и пригласить кого-нибудь другого. Но эта встреча была… Я научусь обязательно, потому что если пригласить, я обязательно сяду с блокнотом у телевизора и все запишу. Да, мы можем готовить все, что угодно. Мы встречаемся здесь не для этого. Мы встречаемся просто готовить что-то, ну, что-то, что затрагивает наши желудки и наши вкусовые пупырышки на наших языках. Основным ингредиентом нашей передачи является гость. Сегодняшняя встреча была очень интересная. Я так рада, что с вами познакомилась. Есть таким интересным видом творчества и фото, и художник в одном лице. Поэтому я вас от души благодарю. Я говорю по секрету, что наша встреча сейчас не заканчивается. Мы все это будем доедать. Но с вами я, к сожалению, прощаюсь, но только на неделю. И мы увидимся через неделю с новым вкусным рецептом и с новой интересной историей с жизнью. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok